Вы долгие годы не отвечали за свои поступки. Специально заразить я не хотел никого. У вас выявлена ВИЧ-инфекция. Ну не может быть, ну как так? Я же обычный человек. Это может быть у женщины всего один половой партнер. И он оказывается ВИЧ-инфицированный. Но вы никогда не употребляли наркотики? Нет. Каждый раз очень тревожно, что тебя испугается медперсонал. Все ВИЧ-инфицированные пациентки рожают в нашем перитокальном центре. И один у нас подозрительный на ВИЧ. Прости. Чернянская колония-поселение. Здесь отбывают наказания, осужденные впервые и за нетяжкие преступления. ДТП, мелкие хищения, распространение наркотиков, неуплата алиментов. Из года в год повторяющиеся статьи Уголовного кодекса. И только 122-я. Впервые за историю колонии. Это заражение ВИЧ-инфекцией. Дмитрий, имена героя в фильме «Изменены», сегодня единственный осужденный в Благородской области по этой статье. От вас несколько женщин заразились ВИЧ-инфекцией. Вступая с ними в отношения, вы не предупреждали их о своей болезни и не использовали средства защиты, чтобы обезопасить свою партнершу. Вы же понимали, что вы решаете чужую судьбу. Знаете, самая большая вина – это то, что я просто побоялся признаться. Боялся какого-то осуждения с их стороны. Боялся насмешек, боялся потерять человека. Начиная общаться с человеком, нужно было сразу ему сказать об этом деле. Может, кто-то бы и принял, кто-то перестал бы общаться, но, по крайней мере, человек остался бы здоров, и так было бы лучше. Но по сегодняшний день я понимаю прекрасно, что я сделал, и я к своему кресту добавил веса еще тащить. Я несу свой крест, и плюс у меня с каждым разом он тяжелее и тяжелее становится. Вы живете с ВИЧ 10 лет, и за это время не заразили ни одного человека. Могу точно сказать – нет. Ваш молодой человек, с которым у вас были долгие неофициальные отношения, он здоров. А вы ему сразу признались, что у вас болезнь? Естественно. Я сразу, когда почувствовала, что речь заходит вообще в принципе об отношениях, что я интересна человеку не просто как друг, товарищ, приятель, я ему призналась. Я сказала, да, есть такой диагноз, я на терапии. Я на этом этапе не опасна никак, когда пью терапию. Я ему это все объяснила. Ну, когда признавались, у вас уже были чувства к нему, боялись потерять, боялись, что уйдет? Нет. Почему? Потому что у человека должен быть выбор – оставаться дальше со мной или искать кого-то другого. Тут не может быть никаких обид. Все мы взрослые люди. Дело в том, хочет человек с этим грузом жить или не хочет. Хочет он вообще с этим отношения как-то связывать, свою жизнь или не хочет. Евгения, так же, как и Дмитрий, стоит на учете в Белгородском центре борьбы со СПИДом. Здесь в 26 лет она узнала о своем пожизненном диагнозе – вирус иммунодефицита человека. А еще о пожизненной ответственности перед другими. Такую расписку при постановке на учет в СПИД-центр дает каждый. Дальше – дело совести. Пожизненно не быть донором крови, биологических жидкостей, тканей, органов. Не передавать иглы, шприцы, другие колюще-режущие предметы личного пользования другим лицам. Регулярно проходить диспансерное наблюдение у доверенного врача. При обращении за медпомощью вне территории обслуживания личного доверенного врача ставить в известность другого врача о заболевании. Информировать доверенного врача о перемене места жительства, смене половых партнеров. Предупреждать половых партнеров о своем ВИЧ-статусе и использовать средства защиты. Последний пункт об отношениях – самый уязвимый. Контролировать инстинкты непросто. ВИЧ учит честности в любви, учит строго. По 122-й статье грозит до 8 лет тюрьмы. Привлекают не только за само заражение другого человека, но даже за создание угрозы заражения. Дмитрий совершил преступление, оправданий нет, но когда-то такое же преступление совершили против него самого. У меня получилось так, что когда в военкомат комиссию проходил, пришли анализы, мне позвонили с военкомата, сказали прийти в больницу. Я сразу позвонил маме, сказал, что так и так, надо, чтобы поддержала меня, попросила. Мы с ней вместе пошли и нам, собственно, обоим сказали, что у вас ВИЧ. Сразу сказали, что у вас ВИЧ или сказали, что тут непонятные анализы, надо пересдать? Первый раз всегда говорят, что кровь, что-то с ней случилось, нужно пересдать. Но когда идешь просто в этот кабинет уже, на тот момент это КДК кабинет назывался, когда идешь в этот кабинет, уже понимаешь, по какому вопросу тебя вызывают. И надежда все равно остается. Но через какое-то время звонят, говорят, прийти еще раз, и через неделю-полторы уже подтверждается полностью диагноз. Вам сколько лет тогда было? Восемнадцать вроде, если вы не ошибаетесь. Но вы никогда не употребляли наркотики? Нет. Я точно знаю, что это произошло половым путем. В больнице поинтересовались, девушки у меня одной не было, а вот в эти полгода я пересдался с двумя девушками. Первый случай заболевания в Белгородской области зарегистрирован в 1992 году. Статья в Уголовном кодексе появилась в 96-м. За все эти годы в регионе было всего пять судебных дел о заражении. При этом на учете в спеццентре сегодня стоят две с половиной тысячи белгородцев. Люди не хотят придавать огласке свою историю. Так случилось и с Евгенией. Узнав о диагнозе, она пошла не в суд, а в ЗАГС. Я познакомилась с парнем, влюбилась. Начались отношения. Ничего не предвещало беды. Абсолютно нормальный парень из нормальной, обеспеченной семьи. Через два месяца я узнала, что у меня ВИЧ. Но вы вышли за него замуж, да? Да, я вышла за него замуж, потому что, во-первых, были сильные чувства. Ну и я подумала, если у него есть этот диагноз, у меня есть такой диагноз, значит, сам Бог велел создать семью и жить как-то вдвоем. Мы даже обвенчались. Обиды не было никогда, потому что страх и непонимание, что вообще с тобой случилось, он на тот момент перекрывал все. ВИЧ-инфекция на сегодня – это не приговор. Вам нужно довериться нам, людям, которые знают об этой инфекции очень многое. Был страх и ощущение, что жизнь закончилась, что все мечты и планы, которые у тебя были в юности, они рухнули в одночасье в том кабинете с тем врачом, который мне тогда сказал, у вас ВИЧ. Казалось, что жизнь закончилась. Утром просыпалась, вечером засыпала, как робот. То есть настолько было больно, что этот период в жизни, наверное, был самый страшный. Ну не может быть, ну как так? Я же ничего такого в жизни не делала противоестественного. Как бы обычный человек. ВИЧ перестал быть болезнью проституток и наркоманов. Когда-то вирус легкомыслия, сейчас – скорее вирус излишней доверчивости. Он все чаще становится проблемой социально здоровых людей, успешных, обеспеченных и – это тенденция последних лет – перешагнувших 30-летний порог. Подарок в виде неизлечимого заболевания от постоянного полового партнера для женщин – это частая история. Реакция на слова врача «у вас ВИЧ» одинаковая. За что? Под наблюдением находятся у нас люди совершенно разных социальных категорий. Это социально адаптированные люди с высшим образованием, которые понимают, что к чему. И многие люди могут попасть просто в такую ситуацию, что ВИЧ-инфекция диагностируется. И у таких людей. Но уровень восприятия диагноза у людей социально адаптированных, она более эмоциональная, более осознанная, более критичная. И могу сказать, что люди зачастую очень длительное время привыкают адаптировать и приемлять свой диагноз. И все равно в глубине души, и это чувствуете на приемах, все-таки для них это очень большое эмоциональное время. Легче уйти в отрицание, чем признаться себе и своим близким, что в твоей крови этот неизлечимый вирус со шлейфом из 90-х. Есть такое движение – ВИЧ-диссидентство. В интернете сотни публикаций о том, что вирус иммунодефицита человека – выдумка, мистификация. Заговор мирового правительства и фармацевтических компаний, желающих сократить население планеты. На ваше такое инфантильное отношение к этой болезни повлияли, возможно, как раз диссиденты, спид-диссиденты. Вы читали статьи, наверное, какие-то. Представляете, вам сказали в 18 лет, ты болеешь этой болезнью, ты болен. Ты выходишь от врача от этого и хоть в НЛО верят, если оно пролетит, тебя вылечит, ты прям хоть в него готов поверить. То есть вы не принимали эту реальность, вы не принимали себя с болезнью. Вот была отдельно болезнь и отдельно вы. Нет, всегда я себя принимал с болезнью, всегда я осознавал то, что она у меня есть. С первого дня, я так как сейчас помню, просто с первого дня, когда мне об этом сказали, я… Если бы вы принимали себя с болезнью, признали себе, были честными перед собой, что у вас такой диагноз, то вы бы вели себя по-другому. То есть до диагноза у вас был один образ жизни, после диагноза это уже должен был быть другой образ жизни. Но вы продолжили жить так же, как будто болезни не существует. Я уже, скажем, расти начал, взрослеть с этой болезнью именно. И у меня нет разделения как бы на жизнь до и после, потому что раньше был пацан, сейчас мужчина. Специально заразить я не хотел никого. Так получилось в каждом случае, ну, как это назвали слово, по легкомыслию. Один исследователь мне описал это дело, мы с ним долго-долго беседовали, и он в деле моем написал по легкомыслию. Это вот скорее охарактеризует весь этот момент, то что, ну, правда, где-то надеялся, что не заразится человек. Ну, по легкомыслию это первый человек, которого вы заразили, а вы несколько заразили, то есть у вас это продолжалось. Почему после первого не сделали выводы? Выводы были, вот, но в том и легкомыслие, скорее, заключается в том, что любая статья, которая говорит о том, что это все выдумка, это все для больших денег, это все государство специально придумало, и любой вообще, любая отговорка вот эта, она-то бы воспринимается, как бы ты хоть на секундочку задумаешься, а вдруг правда, а вдруг это вот, ну, все такая выдумка, и ты, как бы, на самом деле, ты не болеешь, просто какая-то статистика ведется. Тем временем, пока кто-то разбирается в конспирологических теориях, в Белгородской области выявляют новые случаи заражения. Внутри лабораторный контроль сработал, и один у нас получается подозрительный на ВИЧ. В клинико-диагностическую лабораторию при Белгородском спеццентре приходит кровь из всех районов области. Ежедневно проводят 2500 исследований на ВИЧ-инфекцию. Человеческий фактор исключен. Для того, чтобы улучшить качество исследований и время сократить произведение анализа, у нас установлен комплекс ИФА. Это роботизированная станция, которая занимается пробоподготовкой, раскапывает сыворотки и реактивы. И дальше идут ИФА-анализаторы, модули, которые уже делают полностью иммуноферментный анализ, выдают нам уже плашки с реакцией, происходит учет. Каждая пробирка у нас присвоен индивидуальный номер, штрих-кодирование. Без фамилии, да. Мы работаем только с номерами. Фамилии уже врач видит по итогу, когда отбирает положительные. Одобряем в программе в ЛИС у нас. Но прежде чем поставить красную печать, врачи просят потенциального зараженного пересдать кровь. Только после третьего положительного результата. Приглашают и сообщают о болезни. Каждый месяц список стоящих на учете в Белгородском спеццентре прирастает в среднем на 15 человек. 2500 белгородцев – это 0,17% от всего населения региона. Наша полуторамиллионная область считается благополучной по проблеме ВИЧ. В Иркутской и Свердловской, например, количество зараженных превышает 1%. Самым распространенным способом передачи ВИЧ, как и в начале 80-х, когда эпидемия охватила США, а потом и весь мир, остается сексуальный контакт. Но при однократном половом акте заражение маловероятно. В спермии и вагинальном секрете невысокая концентрация вируса. В крови его больше, при этом прямое попадание в организм через раны или слизистые случается редко. Чаще через повторно использованные иглы при приеме наркотиков. Еще один риск передачи ВИЧ – от матери к ребенку. Евгения забеременела уже с диагнозом. Один раз. Второй. Третий. Она – ВИЧ-положительная многодетная мама. И все ее дети родились здоровыми. Восьмимесячная Маша – младшая. Когда ты носишь ребенка, попытка нового принятия этого диагноза, а вдруг все-таки это ошибка медицинская. Я помню, я бегала по частным лабораториям и пересдавала кровь. И мне приходили постоянно положительные ответы, естественно. А потом, когда ты рожаешь, ты переживаешь. Потом, когда ты ждешь этого первого анализа после родов, ты переживаешь. Потому что, ну, ты понимаешь умом, что ничего быть не может. Но вот этот страх все равно внутри сидит. Иди к папе. Все делала правильно, это значит, принимала антиретровирусную терапию. До беременности и во время беременности. А после давала малышу профилактический сироп. И это самое непростое – не кормила его грудью. При диагнозе ВИЧ молоко родной матери для ребенка опасно. Так же, как и кровь. В спеццентре к родам готовят задолго до зачатия. Морально и физически. Женщин фертильного возраста в обязательном порядке обследуют на наличие, вернее, диагностируют наличие беременности. И если женщина планирует, ну, даже она зачастую иногда и не планирует, но не имеет детей или имеет одного ребенка, мы думаем о том, что женщина, в принципе, априори может забеременеть, подбирается терапия, которая не обладает тератогенным эффектом. Тератогенным, то есть, не вызывает уростного уклада. То есть, есть группа препаратов, которая, собственно говоря, абсолютно безопасна на ранних стадиях абриалгенеза и без всяких проблем женщины у нас на этой терапии вынашивают беременность и на ребенка это не сказывается на любом уровне. У нас очень тесное сотрудничество с апушер-гинекологами, с женскими консультациями. Дети перестали расплачиваться за грехи родителей. Это факт. За последние пять лет в регионе не было ни одного случая заражения ребенка от матери. Наибольший риск для малыша не в утробе, а во время родов. Сделать их безопасными – задача перинатального центра Белгорода. Именно здесь рожают ВИЧ-положительные беременные со всей области. До 30 женщин в год. Роды и отношения персонала у них ничем не отличаются от обычных пациенток. Единственное, что мы защищаем плода в родах. То есть мы проводим профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду. Введение монтеритровирусных препаратов на протяжении всего периода родовой деятельности. А если пациентке, конечно, только выявила у нас ВИЧ-инфекцию во время беременности, то такие пациентки идут на оперативное разрешение, чтобы не произошло инфицирование плода транспортентарно. То есть кесарево сечение рекомендуют ВИЧ-положительным женщинам, у которых вирусная нагрузка не подавлена. Рекомендуют ради ребенка. Долгий контакт со слизистыми матери чреват. Сакральность процесса в таких родах уходит на второй план. На первом – меры безопасности. Мы никак не дифференцируем этих пациенток. Вплоть до того, что мы заключаем контрактные роды с данными пациентками. И из других регионов приезжают именно рожать в нашем перинатальном центре с ВИЧ-статусом положительным. Одеваемся мы как при обычных родах. Единственное, ну, конечно же, средство, мы защищаем глаза. Для того, чтобы слизистой оболочки не попала у нас жидкости, инфицированные глаза. При кесаревом сечении мы дополнительно надеваем кольчужные перчатки, потому что мы работаем с колесо-режущими инструментами. К пациенткам они не видны. Кольчужные перчатки не видны. Почему врач сакцентировала на этом внимание, мы поняли после общения с Евгенией. Костюм космонавтов, как я его называю, у медперсонала. Ну, это обязательная такая история. У них есть свои распоряжения на этот счет. В этом тоже ничего такого нет. Но первый раз это шокировало. Во-первых, ты чувствуешь себя действительно какой-то не такой. Ты ощущаешь в полной мере свою болезнь. В родах это, конечно, мешает. Каждый раз очень тревожно, что тебя испугается медперсонал, что как-то по-другому, иначе будет к тебе относиться. И на волне вот этого отношения что-то пойдет не так. Ну, всегда на тебя смотрят с интересом. Всегда у людей немой вопрос на лице, откуда этот диагноз. Некоторые даже напрямую спрашивают, а вы это где подхватили, а у вас это откуда. Но я нормально отношусь к этим вопросам. Лучше вы спросите меня, и я вам скажу, чем вы будете сами догадываться и строить какие-то версии. Медперсонал спрашивает? Да. Очень часто спрашивает. А откуда у вас это? А как же вы так по жизни попали? Я отвечаю честно. От первого мужа, да. Говорю, как есть. Люди... Это нормальный интерес. Лучше я скажу лишний раз, чем я приму это агрессивно, и меня потом будут воспринимать как-то не так. Ну, несмотря на все это, зная, что вам поступать в больницу, что все будут знать врачи о вашем диагнозе, что, возможно, да, как вы говорите, с интересом будут смотреть на вас, и вы все равно решились, да, вот троих деток, вы многодетная мама, троих деток вы уже родили вот со своим диагнозом. Человеческая жизнь важнее, чем какие-то мои эмоции временные, которые сиюминутно возникнут и пройдут. Глупо отказываться от счастья ради того, что ты будешь испытывать какие-то негативные чувства 5, 10, 15 минут в самом начале. Евгения – тот самый пациент спидцентра, что не вписывается в стереотипы. Простое человеческое любопытство сотрудников медучреждений понять можно. Другое дело – реальная дискриминация ВИЧ-положительных людей в медицинском сообществе. Боязнь заразиться – нормальная человеческая реакция, говорит Евгения, а вот к предрассудкам привыкнуть сложно. Вы в прединтервью сказали, что вы не рассказывали своей маме о своей болезни, не хотели ее расстраивать, но ей рассказал кто-то другой. Кто? Моя мама долгое время не знала о моей болезни. До того момента, пока мы со старшим ребенком не попали в больницу. И тут началось веселье. Это, наверное, второй случай, когда я столкнулась с некомпетентностью в этой сфере. Доктор не понимала, что это за болезнь. Это была педиатра, довольно опытная возрастная женщина. У меня мама всегда паникер. Она пришла в отделение, начала расспрашивать, как ребенок, что с ребенком. И доктор ей сказала, что вы хотите, у вас дочка с таким диагнозом. Ну, то есть врач ей сказала, что у вас ВИЧ. Да, врач ей сказала, что у меня ВИЧ. И что с ребенком, поскольку он рожден от такой матери, вообще неизвестно, что будет со здоровьем. То есть, может быть, и ребенок даже болен. Хотя на тот момент уже было известно, в полгода, что ребенок совершенно здоров. То есть, уже было как минимум два анализа, которые подтверждали, что с ребенком все хорошо. Ну, это было... Ну, это был 14-15 год. Это был 14-15 год. Сейчас я бы подала в суд. Я понимаю, насколько это может сыграть злую шутку. Вот такая нелепая любая фраза. Ну, а где гарантии, что моя мать бы на фоне этого всего не заболела? А где гарантии, что она бы что-то просто не сделала с собой? Потому что это шок. Единственный ребенок. И такое узнать. Ну, то есть, 10 лет назад это, да? Ну, да. Заметили сейчас не в спид-центре. Понятно, вот в центре по борьбе со спидом там отношения всегда хорошие. Врачи, да? А в других медучреждениях заметили перемены? Они уже с этим работают как с данностью. Для них уже нет шока. А в платных клиниках еще пока сохраняется шок. Я помню, как-то пришла, нужно было мне медицинские манипуляции провести. Легкая операция. Ну, я честно говорю, что вот у меня такой диагноз. Я на терапии, и у доктора округляются глаза, и она говорит, подождите. Уходит из кабинета, с кем-то очень долго совещается. И потом говорит, руководство нашей клиники, к сожалению, с такими диагнозами не работает. Мы не оперируем с такими диагнозами. Я честно не знаю, чего они боятся, потому что любой здравомыслящий человек, тем более медицинский работник, он должен знать, что, во-первых, если пациент на терапии, это риск крайне минимальный, если он соблюдает все меры безопасности, если он это делает стерильно, в перчатках, это невозможно. Я не знаю, что должно случиться, открытое кровотечение фонтаном. Современные антиретровирусные препараты делают ВИЧ положительного человека безопасным для окружающих на 99,9%. Терапия блокирует размножение вирусных частиц в организме. Их становится так мало, что тесты их даже не определяют. Это называется нулевая вирусная нагрузка, то есть практически к нулю сводится риск заражения. Времена меняются, ярлыки остаются. Недостаток информации в обществе продолжает подпитывать ВИЧ-стигму. Градус неприятия людей с вирусом иммунодефицита, конечно, снижается, но медленно. Восприятие ВИЧ-инфицированных в нашем обществе, благодаря, наверное, все-таки и вашей работе, и нашей работе, он становится немножко другим. Хотелось бы, чтобы эти темпы были более быстрыми, но, к сожалению, это не так. То есть начнем с того, что в медицинских учреждениях каждый медицинский работник, он должен понимать, что такое врачебная тайна, что такое определенный кодекс, да, этические взаимоотношения между пациентом и между медицинскими работниками. То же самое касается и в социуме, работа, учеба. Да, такие ситуации случаются, и вырулить из этих ситуаций, извините за сленг, мы не можем, но дать понять пациенту, что нужно понимать свое я и свой эмоциональный комфорт, нужно ставить прежде всего. Поэтому искать другую работу. Иногда приходится, да, идти на такие, ну, жертву, не жертву, ну, как бы нет дислокации, то есть лежать в другие регионы. Такие вещи бывают. Сложнее всего пациентов, которые проживают в маленьких городках, поселках, деревнях, там, где ты весь на виду. И, конечно же, пациенты стараются максимально ограничить контакты с медицинскими работниками, прежде всего, где может этот диагноз всплыть. Поэтому это негативно сказывается на некоторых моментах по здоровью пациента. Поэтому в спеццентре есть практически все узкие специалисты. Пройти обследование и решить свои проблемы по здоровью пациенты могут в пределах одного этого здания. Врача-инфекциониста необходимо посещать каждые три месяца. Именно на такой срок здесь выдают антиретровирусные препараты. Выдают бесплатно. Раньше, до 2018 года, лекарства получали только беременные и пациенты с крайне истощенным иммунитетом. Сейчас все, кто стоит на учете. Терапия подбирается индивидуально. Почему не принимали терапию или не сразу начали ее принимать? Тогда бы вы не заразили ни одного человека. У меня в последнем случае так и вышло, что я пил терапию. На суде я об этом тоже доказывал. Ну, у нас вроде и получилось доказать. А таблетки на этот момент, как бы, там, неделю у меня перерыва было, и произошло заражение. Ну, то есть неделю перерыв все равно был, да? Мы с ней полгода просвечались, она никакие эти самые, как бы, ничего не заболела. И вот, когда вот этот перерывчик небольшой был, у меня не было возможности добраться до этой терапии, как бы, и в другом городе был. Когда приехал сюда, дальше продолжил пить, естественно, но уже поздно было. С каждым человеком знакомясь, я, как бы, всегда надеялся, что, ну, не будет никаких последствий, будет все хорошо с этим человеком. Где-то слышал про таких людей, то, что они без таблеток встречаются, как бы, живут и все такое. Может, на это какая-то надежда. Терапия пожизненная. Перерыв в несколько дней действительно может стать приговором для близкого человека. Дискордантных пар, когда один партнер ВИЧ положительный, а другой ВИЧ отрицательный, в регионе около 400. Это те, которые наблюдаются. Далеко не все из них в официальных отношениях, но точно в честных. Болезнь вам досталась от первого мужа, вы развелись потом, да? После этого у вас были долгие неофициальные отношения со здоровым мужчиной. Да, он здоров. Раз в полгода он сдавал кровь практически. Каждый раз я, правда, переживала, потому что все равно фактор вот этого переживания, он есть. Ты сделала все, ты предупредила человека, но ты все равно чувствуешь ответственность за его жизнь. Так получилось, что мы расстались, сейчас он женился, все хорошо. Но вы нашли свое счастье, вы сейчас замужем второй раз, и ваш муж здоровый. Вы ему сразу признались тоже, перед тем, как начали жить? Конечно, сразу я все объяснила, рассказала. Опять же, выбор должен быть у человека всегда. Как он отреагировал? Спокойно. Подтверждает. Детеныш. У меня здоровый муж, и я обязана пить терапию, чтобы он оставался здоровым. Но теперь это уже пожизненная история. Вы заразили и свою жену, то есть она не знала о вашем диагнозе, потому что вы не признались. Почему вы это сделали? Может быть, чтобы поставить ее в одинаковое положение с собой, чтобы не чувствовать себя недостойным ее? Я не знаю. Может быть, неосознанно вы это делали? Одно могу сказать с полной уверенностью, я никогда никого не пытался этим удержать рядом с собой. Либо поравнять как-то нас, то ли на социальной лестнице, то ли, как это назвать правильно, наказать даже болезнью я никогда не старался. Это реально происходит вот из-за просто боязни признаться. В какой-то момент ты побоялся признаться, в какой-то момент у тебя все летит к чертям вообще, собачьим прахом просто. Но спасибо большое супруге о том, что мы много-много тогда разговаривали и пришли к тому, что мы остались вместе все-таки. Она вас простила. Если бы жена Дмитрия что-то подозревала и сразу обратилась за помощью в спеццентр, она бы осталась здоровой. Да, ВИЧ можно победить, но только в течение трех дней после заражения. Первые 72 часа решающие. К нам обращений где-то от 40 до 45 год бывает, когда это дети на улице, играя без присмотра взрослых, находят такие предметы, как шприцы, допустим, и берут их в игрушки. Был у нас случай даже, что мальчики 7-летние играли в доктора найденным шприцом. То есть реально делали друг другу уколы. Это мы тоже назначаем профлечение. Случаев заражения врачей от пациента у нас не было, но все предвидеть нельзя. Бывают и порезы скальпеля, бывают и уколы иглой. В таких случаях тоже назначается профилактическое лечение. Оно достаточно эффективно. Профилактическое лечение длится 28 дней. Вирус просто не приживается в организме. Но эта информация не так популярна, как заблуждение о ВИЧ. Им нельзя заразиться при использовании общей посуды или воздушно-капельным путем. Через рукопожатие, объятие и поцелуй вирус иммунодефицита не передается. А вот неприязнь передается одним только взглядом. ВИЧ поражает иммунитет, но не личность. Личность поражает общество. Люди с диагнозом вирус иммунодефицита сталкиваются с неприятием, привыкают скрывать свою болезнь, даже от близких. Сильные характером справляются. Те, кто слабее, ломаются и ломают других. Жена Дмитрия к болезни отнеслась более осознанно. Вовремя начала принимать антиретровирусные препараты. Родила здорового ребенка. Когда ваша жена узнала о том, что у нее ВИЧ и что вы виновник этого диагноза, что она вам сказала, какой была эта беседа, что вы почувствовали? Сначала, когда узнала, даже больше не истерика, она просто спросила, я подтвердил. Через пару дней, либо на следующий день, она сдала анализы, получила анализы. Там было все положительно. И тут, собственно, она очень сильно испугалась. А я же начал успокаивать. Смотришь на этого человека, понимаешь, что ты его любишь безумно. А тут твоя вот эта вот недосказанность в том, что я ранее не сказал ей, а вот со временем это вот так вот узналось. Но тут даже элементарно, если здравый смысл включить, ваша жена – это будущая мать вашего ребенка. То есть сохранить ее здоровье принципиально важно хотя бы для того, чтобы ребенок родился здоровым. Но у вас даже тут не сработало. АПЛОДИСМЕНТЫ ИСПАЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Когда порог переступил первая решетка в зуму закрылась И осознание того что я относился бы и совершенно иначе к этому То есть. sharediva не было тех veio Ну, это ваша исповедь получилось ваше покаяние перед многотысячной аудиторией Вы совершили преступление вы заразили несколько человек но я благодарю вас за смелость потому что вот этим участием в фильме и вашим признанием вы, возможно, спасете сотни жизней. Поэтому я благодарю вас. Дай Бог. А вы никогда не думали, что если бы у вас не было этой болезни, возможно, вы бы пошли другим путем, и у вас бы не было троих деток, желанных таких, то есть вопреки рожденных даже. У вас не было бы такой успешной работы, но, может быть, не так бы жизнь сложилась. Не думали, что вот вас болезнь как-то, ну не то, что построила, а для чего она вам была дана? Дети бы были, карьера бы тоже была. Это зависит от личности, от силы личности, от характера. А вот была бы я мудрее, не факт. Потому что мудрость – это такая штука, которая приходит в том числе и с бедой, и с переживаниями, и с какими-то. Ты ценишь больше людей. Ты относишься более снисходительно к их решениям. Ты понимаешь, что каждый имеет право бояться, каждый имеет право отказываться от кого-то в силу своих знаний, убеждений. Может быть, вы скажете сейчас слова для девушек, которые тоже узнают, что у них диагноз, и они, наверное, думают, что они все, недостойны любви, недостойны отношений, недостойны быть матерью, женой. Что бы вы сказали этим девушкам? Я бы им сказала, что наша жизнь в любом случае в наших руках. Главное – жить честно, без излишних мечтательностей и иллюзий. Не зря придумали средства контрацепции. Для многих из нас, наверное, это у нас в менталитете заложено, мы ждем принца на белом коне, и он всегда такой красивый, такой хороший, и он просто не может чем-то болеть. Я на этом споткнулась. Об этом надо помнить всегда, что сначала идет твое здоровье, твоя ответственность за саму себя, а потом уже идет принц на белом коне, твои мечты, планы, иллюзии. Ни в коем случае не менять это местами. Должен быть здравый взгляд на эту жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова